Сейчас уже в Ютубе по яйцам. А к нам могут в Zoom тоже заходить люди там, да? Да, конечно. Нет, в Zoom нет. В Zoom ссылку не выкладывал. В YouTube будет видно. Вот в YouTube уже идет трансляция. Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня у меня будут потрясающие гости. Хасай Алиев, которого вы часто видите на моем канале, да? И Игорь Николаевич Острецов. Физик, ядерсик. И вообще и философ. У меня книжка его с философией. Ненасильственного развития. Всем рекомендую прочесть ее. Почему я рекомендую прочесть? Потому что там очень интересно показано, как открытие в современной физике, да? Вот этой ядерной, да? В том числе. Показывает нам существование мира этого невидимого, да? Вот это иррациональное, то, что раньше мистики говорили там. Это неким образом подтверждается уже. Вот вы часто об этом рассуждаете. Хотелось бы об этом, конечно, сегодня поговорить. И вообще об энергетической ситуации в мире. Вы тоже очень много об этом говорите. Я почему захотел с вами эфир сделать? Я много лет назад слушал, ну, не одну вашу лекцию, серию ваших лекций, где вы говорили, что рано или поздно одного энергопотребителя в мире будут отключать. Либо США, либо Европу там. Ну, нас вряд ли, потому что у нас свое электричество есть. Мы производим больше, чем потребляем. Ну, Китай тоже себя не даст. И что вот, по вашему мнению, что отрубать будут Европу? И после этого там началась на Украине этот Майдан. Газопроводы перекрыли. Там атомные электростанции останавливают. Вот об этом бы еще тоже хотелось поговорить. С чего начнем? С способа и насильственного развития? Сегодня уже все практически знают, что энергетический дефицит нарастает. Потому что органическое топливо проканчивается. Пики по добыче уже прошли. Возобновляемые источники энергии не оправдали себя и не смогут обеспечить растущее человечество. И поэтому уже есть официальные заявления о том, что Земля выдерживает максимум 9 миллиардов человек. И поскольку ждет коллапс технологический, то надо большую часть человечества уничтожать. Например, Чубайс об этом прямо заявил на Даосском форуме. Он сказал, что каждая страна должна внести вклад. Ну, и я всегда на эту тему задаю очень простой вопрос. Кого будем уничтожать? 7 миллиардов бедных или 10 миллионов богатых? Причем богатых не обязательно физически надо уничтожать. Им вполне достаточно дать метелки в руки, чтобы они имели улицы. А вот бедных обязательно надо уничтожать. И люди обычно от этого, когда в такой аудитории говоришь, вот у нас один американец рассказывал на эту тему, я ему задал этот вопрос, дискуссию быстро свернули, и он, так сказать, не стал, естественно, на него отвечать. А один из людей мне просто сказал, что в приличном обществе такой вопрос задавать его нельзя. Да я говорю, да не я задаю этот вопрос, это жизнь задает этот вопрос. И на вопрос жизни и дальнейших форм существования надо уже сегодня отвечать. Может, подписчики не все понимают до конца, что человек начинает потреблять больше энергии, чем производят в многих регионах мира. Энергопотребление растет, 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 а источников энергии все меньше и меньше и меньше. Холонного ядерного сита, как я понимаю, нет. Да, вы тоже много про это говорите, что его невозможно сделать. Конечно, значит, и поэтому по факту я тоже давным-давно задаю такой вопрос. Есть три крупных потребителя. Китай, Штаты и Европа. Кого будут отрубать первыми? Я уже 30 лет говорю. Ну, очевидно, Европу. Что мы сегодня и наблюдаем. Практически, так сказать, Европа движется к этому коллапсу. Для нас важнейшим вопросом является то, чтобы нас не постигло учить Европы. Потому что если мы будем продолжать вот эту безумную политику, которую сейчас ведем, война на Украине. Я вырос в Советском Союзе, ездил по всей стране без всяких проблем. У меня на Украине масса друзей была. Я с Кучмой, Ленька, был дружим. И сейчас мы воюем с Украиной. Для меня это безумие просто. Поэтому это есть просто формы, которые приближают к отключению Европы. А если мы будем валять дурака в этом же направлении, то Китай просто заберет Сибирь. Там достаточно провести голосование и сказать Китаю. Говорят, он зависит от западных стран, потому что они потребляют дом с удовольствием. Все, что он производит, направил своему населению. Потому что у меня там порядка 500 миллионов еще только хорошо живут. Остальные-то нет. Порядка миллиарда человек надо снабжать. А вопрос просто в том, что очень дорогая энергия. А если бы она была дешевой, из Сибири нефть по 15 долларов, он бы с удовольствием все направил на собственное потребление. И если он проведет голосование, скажет, вот нет, по 15 долларов будет, вам по 15 миллионов человек хватит. А зачем вам этих болванов за уральским хребтом кормить? Мы можем с такой ситуацией, и это будет просто ужасно для следующего поколения. Поэтому уже пора включать мозги. И единственным выходом является разработка новой технологии, которую я проталкиваю уже 30 лет, и которая автоматически приведет к изменению в социальной структуре общества. Я это постоянно говорю уже очень долго во всех интервью, и очень многие, слава богу, начали это понимать. А вообще, как будет, на ваш взгляд, выглядеть отключение Европы? Это что значит отключение Европы? Это рубильники отключат им? И чем, каким последствиям это приведет? Ну как, очень просто. Просто с Ближнего Востока нефть и газ перестанут им поставлять. И из России то же самое. В Норвегии тоже уже сказали, что она будет изолироваться. Поэтому в Европе просто нет энергетических ресурсов. Собственно, она все сидит на внешних. Это в основном Ближний Восток и Россия. Если это отрубить, там будет просто ужас. Почему Европейцы себя таким образом ведут? Они себя фактически в ногу стреляют. Подобным образом уничтожают отношения с Россией. Из-за Украины. Да они, понимаете, ведь это же все, как я называю, кино для дураков. Потому что, ну какая война? Недавно, два дня тому назад объявили, что Россия в этом месяце поставила в Соединенные Штаты максимум обогащенного урана. Вот я всегда говорю, если бы к Сталину кто-то пришел и сказал, что давайте Гитлеру поставлять солярку для танков, а он будет платить натуральными дойчмарками. Что бы интересно было сделать? Так сказать, Сталин с этим человеком сделал вопрос на сообразительность. А сейчас, мы говорим, идет война, а вся Украина и Соединенные Штаты сидят на нашем уране. А Украина за счет трубопроводов, которые через нее грызут, вся ее военная техника ездит на нашем бензине и солярке. Это вы называете войной? Подождите, тогда какая цель, на ваш взгляд, кроме зачистки территории от местного населения? Что, что, не понял. Какая тогда цель войны на Украине, ну кроме зачистки населения? Нет, ну там населения достаточно мало. Пока это для того, чтобы отсечение Европы произошло, так сказать, естественным образом. Не то, что начальники сидели-сидели и решили откручить рубильники и перерубить нефть и газопроводы, как северный поток. А виновными должны быть те, которые воюют, те, которые, так сказать, кровь льют, что-то непонятно защищают. И тогда все начальники не виноваты, они патриоты, они воюют за свою страну и в то же время поставляют уран врагу. Это бывает? Они что, такие стратегионные начальники шоу? Да. Это просто для того, чтобы с утра до вечера по телевидению вот такого форума, таких обсуждений, которые мы проводим, там же нет, у нас не пульс на телевидении. Да, там нагнетают истерию просто и ненависть взаимную. Конечно, а там беспрерывно обсуждают только вот, как война течет, кому сколько героев дали и так далее, и так далее. Отвлекают внимание население. Игорь Николаевич, а когда вы думаете, вот по срокам, на когда запланировано отключение Европы уже реальное? Да, вот эта зима уже будет, по-видимому, очень холодная и очень уже тяжелая будет для Европы. Для нас самый главный вопрос, чтобы Россия не была уничтожена, чтобы наши включили мозги наконец, потому что это было бы ужасно. Мы это вот с Хасаемым уже в приличном возрасте, а будущие поколения, нам просто их жалко, поэтому мы делаем все возможное, чтобы предотвратить этот сценарий. Делегация Китая в Беларуси сейчас была у них, когда празднование было Дня независимости, делегация Китая. Беларусы с красным знаменем, китайцы с красным знаменем. Вообще такое ощущение, что китайцы больше ставку делают на батю Лукашенко в качестве разворота обратно советского проекта. Да что, смотри, Хасай, КГБ у них есть, соответственно, сотрудники КГБ тоже, милиция тоже осталась, понимаешь, у них остались все советские институты. И самое главное, у них кадровая база есть, для того, чтобы потом интегрировать в наши разные структуры, силовые, экономические и прочее. И в Китае очень близко с ними, я помню, лет 15 назад был, и в аэропорту уже объявления по-китайски были, в Минске. Понимаешь, и вот сейчас на параде китайцы там выли, с красными флагами одни и другие маршируют. Вот, заключили военно-политический союз, если с нами просто союз экономический, то с ними военно-политический, соответственно, политический подразумевает под собой идеологический. То есть, они их считают идеологическими союзниками, а нас просто считают коммерсами, с которых нужно дать деньги. Так же получается, Игорь Николаевич? Понимаете, Китай сначала планировал вообще выстроить заградительную стену по западным границам бывшего Советского Союза. И начал вот он с Белоруссии. Там ведь в 20 километрах от Минска находится миллионный город китайский. Лукашенко подписал соглашение. Поэтому Белоруссию никто не трогает. То же самое собирался сделать и Янукович. Потому что Китай планировал сделать на Украине зерновую житницу. В Крыму построить пять глубоководных портов. Это вот все было в конце десятых, в начале нулевых, в начале десятых годов. Вот что он планировал. И тут, чтобы этого не допустить, собственно, нам и было приказано взять Крым. И в результате развелась эта война. А так бы давно стена стояла бы. Все было бы, Европа отключена. И, так сказать, пока не изменится ситуация в том, социальная ситуация по устранению, так сказать, верхушки современного общества. Тогда бы и Европа была включена. И начали развивать новую энергетику. И пошло бы все это достаточно безболезненно. То есть, чем больше человечество и люди будут дурить, тем больше прольется крови. И среди, так сказать, обычных людей, а богатых, так просто ужасно вырежут. Понимаете, когда вот начнется вот это все, и люди более-менее поймут, кто в этом виноват, то расплата будет очень неприятна. А, Сави, знаешь, что самое интересное? Майдан в 2013 году уже начался, на Украине 2014, а в 2013 осенью начался. Как раз в то самое время, когда подписал Янукович договор, там, на 5 миллиардов долларов в Китае он был. Как только он его подписал, начались уличные протесты в этом самом, в Киеве, да? Там, они же дети, там, полиция побила этих студентов, там, короче, и все, и понеслась, понимаешь? То есть, это вот лишнее подтверждение этому. А вообще, как Китай на это все дело смотрит? Вот, там же, насколько я понимаю, я помню, Ваше смотрел интервью, у них выбор стоял перед ними, да? Либо по Уральским горам это все отрезать Россию, либо все-таки по западной границе. Но для того, чтобы по западной границе, это вернуть Красное Знамя, Сталина на постамент, и, соответственно, менять политическую систему. Вот как сейчас в этом? Я пытаюсь сделать все, что я могу для того, чтобы отрезали по западным границам Советского Союза. И это легко можно сделать. Если бы Россия сейчас возглавила мир по разработке новых энергетических технологий, предложила их миру, то она стала бы самой сильной страной и самой уважаемой, авторитетной стороной в мире. И тогда бы, естественно, произошло это так, как вы сказали. То есть прошло бы по западным границам. А потом, когда бы Европа перестроилась, мы бы и им дали новые энергетические источники. Они к тому же совершенно чистые, чистые электрические будут источники, больше ничего. Все будет работать на электричестве. Действительно, как сказал Ленин, это была очень правильная фраза. Коммунизм есть, советская власть, плюс электрификация всей страны. Ни бензин, ни газ, а только электричество из ядерной энергии. Вот цель. И Россия должна стать во голове этого мирового движения. У меня супруга мне сейчас подарок сделала. 50 томов в собрании сочинения Ленина купила. На Авито вот я сейчас сижу, читаю. Ты представляешь, какой человек прозорливый был? Тогда только электричество только-только, по сути, появилось. И уже сразу своим сознанием проник в грядущую эпоху и понял, что это самое главное. На самом деле же так это и есть. Интересно. Говоря во время НЭПа, как раз-таки вот это вот самый большой процент экономический самый в Советском Союзе был самый высокий, ну как это называется, эффективный такой экономический рост. Ну по 30% в 30-е годы годовой был прирост. Такого в мире роста никто не показывал. Вообще даже Китай. У Китая максимум было, по-моему, процентов 14. А в Советском Союзе в 30-е годы 30% в год. Игорь Николаевич, нас вот часто пугают Китаем, да, что Китай ассимилирует, Китай там заберет, Китай поработит и все остальное. Как вы, ну сами видите, да, с экрана в телевизор, с утра до вечера Китаем пугают. А ваше какое мнение по этому поводу? Так если у Китая не останется другого выхода, я боюсь, что он это сделает. Потому что энергетика этому нужна по зарез. А если, так сказать, мы будем продолжать непонятными делами заниматься, типа войнами вот этими всякими, непонятно чем, называются санкции там взаимные, при этом поставлять Уран в Штаты, он может пойти на крайние меры, к сожалению. Вот чем вся трагедия. Как он технически сделает? Страна носителя ядерного оружия? Все зависит от нас самих. Надо пересекать. Как они технически будут делать? Страна носителя ядерного оружия, как они так расколят Россию по Уралу? Да никто сейчас ядерного оружия применять не будет. Потому что, значит, вот впервые в мировой истории между крупными державами нет войн. Почему? Потому что, как появилось ядерное оружие, то первый удар будет нанесен по военно-политическим центрам. А это значит, верхушка попала в то же положение, как и обычные люди. Я всегда на эту тему цитирую имя Фамфан Тюльпан. Там великий маршал приказал открыть огонь и закрыть форточки. То есть, обезопасить себя. А если великий маршал не может приказать закрыть форточки, он никогда не прикажет открыть огонь. Поэтому все войны свелись, как их теперь называют, гибридные. Авианосец приплывет, разбомбит все, потом морские пехотинцы, 40 человек, на берег вылезут, Каддафи голову отрежут и устроят в стране бардак на все оставшееся время. Вот они какие войны теперь ведут. Игорь Николаевич, можно один вопрос по ходу задать? Конечно. Вот мне кажется инстинктивно, может я не прав, что вся проблема в том, что вот эта номенклатура и бюрократия, у них же свои правила взаимодействия, а есть люди нормальные. Нормальные люди, они везде есть, и в Китае, и в Америке, и в Индии, и где угодно. И нормальные люди, к сожалению, от них мало чего зависит. Пока. Пока. А вот какой первый шаг нужно сделать для того, чтобы не номенклатура вот этими подковерными играми там себя выживала, а вот именно, чтобы люди нормальные стали объединяться или как-то вместим мы сила, как-то вот. Что люди должны сделать, чтобы сохранить разум на планете? Ну вот мы сидим здесь и занимаемся. А ладно, делай правильное дело. Конечно, мы пытаемся это людям объяснить. Посвящение. С тем, чтобы они начали, так сказать, давить на верхушки. Самый верх, чтобы понял это дело, и даже с точки зрения спасения верхушки, начал бы производить изменения. А конкретно, сейчас ведь очень просто это можно сделать. Даже не нужно никаких там лозунгов, ничего. А надо развивать новую энергетику. И все будет автоматически. Потому что авианосец никогда не войдет в Перчицкий залив. И все стали объединяться вокруг России. Чтобы мы вот два далеких от физики человека поняли, о чем идет речь. Что такое эта новая энергетика? Как вы себе представляете? Вот видеообращение ваше я тоже выкладывал, но просто наши подписчики послушали. А я в порядке юмора скажу, чтобы немножко разбавить серьезную тему. Видишь, ромашка? Да. Солнышко. Да, Игорь Николаевич? Я Игоря Николаевича тоже сейчас ромашку рисую. Мы сейчас выбирали холст, чтобы у него дома висела ромашка тоже. Ну, правильно. Как символ. У нас у всех будет цветок. Цветок. Это как солнышко, как подсолнух. А вот скажите, Игорь Николаевич, как нам поступить всем, чтобы соединиться? Очень просто. Значит, вот мы, собственно, уже соединились, люди нас видят, будут делать то же самое. Таких людей становится все больше и больше. И когда масса станет критической, тем более, если в этом году движение в Европе уже началось, там забастовки, там всякие протесты начались и так далее, мне из Европы пишут, если там ситуация станет тяжелее, и в России все это начнет сдвигаться скорее. И, дай Бог, наша руководство тоже поймет, что мы должны запустить новую энергетику. Какая она эта новая энергетика? А? Какая она эта новая энергетика? В чем ваше предложение заключается? Ну, понимаете, 90% всех энергетических ресурсов на Земле это уран-238 и торий. У меня есть способ прямого сжигания этих, причем без всяких отходов. Не современные ядерные технологии, это глупость, а именно прямое сжигание, оно называется «Ядерные релятивистские технологии». Я очень много о них говорил везде, они там и в интернете есть, и все. Но их имень дают заниматься. Путин, более того, озвучил нашу программу еще на саммите «Тысячелетие в ООН» в 2001 году. Меня поддерживал очень сильно. Жириновский проводил совещание, Миронов Сергей Михайлович, военные все меня поддерживали. А потом всякая технология имеет военные приложения, естественно, ядерные. И вот эти военные приложения, они позволяют уничтожать авианосцы американские очень легко. Одна сотая доля секунды импульс и реактор на авианосце взрываются. Он никогда не войдет в Персидский залив. Есть эти устройства. Мы предлагали сделать международную программу инспекции за перемещением ядерных материалов, а там два режима инспекционный либо боевой. Сидит наш офицер, смотрит, плывет авианосец, он повернул на виновой режим сотые доли секунды импульс и реактор на авианосце расплавился. Почему? И что из Персидского залива с расплавленным реактором? Топить ему там не дадут этот авианосец. Весь Ближний Восток будет протестовать. Американцы сразу превращаются в ноль. Также авианосец не отойдет от берега, если это будет у Аргентины, у Кубы и так далее. И произойдет социальные изменения общества. Верхушка финансовая вся будет ликвидирована. Пересядут пираты опять на паруснике. На паруснике пересядут? Нет, это на самолетах. Это транспортные самолеты. Летит обычный транспортный. Я говорю пираты, у них авианосцы забрать англосаксонских пиратов, на паруснике пересядут обратно и будут на парусниках ездить. Я думаю на Ближнем Востоке сообразят, что с этими парусниками идут. Игорь Николаевич, вот я... А в чем это за тык, Игорь Николаевич? Слушайте, такая потрясающая идея. А кто нам мешает? Мешают, вот не дают. А вообще испытания были какие-то уже реальные? То есть не теоретические, а практические? Да, нам дали аж 500 тысяч рублей. Мы провели первый эксперимент. А потом значит американцы, чтобы проверить военные приложения, дали 70 миллионов долларов, чтобы проверить военные приложения. Все с ответом сошлось. После этого все было запрещено. Альтернативы никакой нет. Китайцы не хотят такое устройство? Они запретили, потому что если распространиться, они будут ноль. Не, китайцы тоже запрещают? Нет, а китайцы с удовольствием, они нам два раза деньги давали, но нам запрещали работать. Вот я нисколько ни разу не физик-ядерщик, я в этом ничего не понимаю, но мне очень хочется понять. Я это громко поддерживаю по другой причине. Я понимаю, что Игорь Николаевич говорит, но из этих слов я боюсь, что новичок сейчас к нам зайдет, вот сейчас эфир посмотреть, и не поймет, что имеется в виду. Как бы нам перевести на русский язык то, что вы говорите, потому что вы же физик, вам самоочевидно, и вам кажется, что другому тоже может быть самоочевидно, а ему не самоочевидно. Вот мне не самоочевидно. Ну, я обычно поясняю это в простом примере. Вся ядерная энергетика основана на использовании нейтронов, потому что нейтроны именно попадают в ядра, деля и уделяется энергия. Есть три способа получения нейтронов. Это обычные реакторы, когда один нейтрон попадает в ядро, делят его, и там получаются два нейтрона. Идет цепная так называемая реакция. Есть термоядерный синтез, которым занимаются уже более семидесяти лет и стратили безумные деньги, и в ответе на солнце происходит термоядерный синтез. Да. Но там это происходит, а на Земле это в принципе невозможно реализовать. Поэтому на Земле можно только в форме взрыва организовать, а стационарную термоядерную реакцию организовать на Земле невозможно. И вот людям просто парят мозги, что они этим занимаются, а толку никакого не будет. Это очень дорогие все методы. А есть очень простой в ядерном каскаде. Берете ускоритель, долбите мишень из урана, и там происходит выделение энергии за счет деления тяжелых ядер. Причем там радиоактивные отходы не образуются. Это совершенно чистый способ. Причем вы используете не уран 235, которого 0,7%, а весь уран 238, которого очень много, поэтому там сосредоточено примерно 90% всех энергетических ресурсов, которые есть на Земле. И вот этот способ не дают, потому что там используется вот этот ускоритель Богомола, моего друга и сокурсника по физико-техническому институту, который предложил этот ускоритель. И за что его, собственно, и убили. Богомолова убили? А? Богомолова убили? Ну, естественно. Меня вот, к сожалению, не добили. Я мучил. К счастью, Игорь Николаевич, что вы такое говорите-то? Ну, для меня... Если не выполнено, значит. Да, поэтому вот есть только вот эти три способы. И надо использовать в энергетике третий способ. Это ядерный каскад в актиноидных мишенях. Там будет получаться очень дешёвая и чистая энергия. Другого, когда человек возражает, я всегда говорю, чтобы возражать, давай альтернативу сначала. Есть у тебя что-нибудь в кармане? Нет? Сиди, молчи. Либо давай обсуждать мои вещи и задавайте на эту тему любые вопросы. Меня никуда для обсуждения не приглашают. Дорогой Игорь Николаевич, вот эти все номенклатуры, вот эти все руководители, они что, во всём этом разбираются? Да нет, конечно. Но они уже разбираются в общеполитической ситуации, что если есть факт, американцы проверили, вся технология ядерно-элективистская технология подтверждена в американском контракте. Это состоявшийся факт. И начальство всё это знает. И она знает. Просто создав этот реактор, создав этот реактор, помимо бесплатной дешёвой энергии, ты ещё получаешь оружие уничтожения атомных реакторов других, в том числе на авианосах и на подводных отпусках, я подозреваю. Конечно, то есть каждая страна будет контролировать свои собственные прибрежные моря, чтобы туда военные не пришли. Доступ к электричеству получается. Да, электричество будет сколько угодно. Уничтожение наших любимых пиратов англосаксонских. Тогда нельзя будет разделять и власть. А следующий этап это 21 век ядерно-элективистские технологии. А потом космос, энергия должна получаться из космоса. Эти вопросы у нас тоже проработаны очень подробные. как космоса планируют получать? На унии делать базы? Ну, например, окружить Землю либо отражателями солнечными батареями, которые веником не надо подметать, как на Земле, потому что там нет ни ветра, ни пыли. Они будут работать сколько угодно, стать сколько угодно, направляйте энергию на Землю, например. Вот эти ученые ваши, как говорится, коллеги, что они говорят по этому поводу? Я работал в институте, где этими вопросами специально занимались. Это первый ракетный институт, который был создан по приказу маршала Тухачевского в 1933 году. А сейчас на какой стадии ваше общение с учеными на эту тему? Они все от меня прячутся. Я постоянно... Ты понимаешь, что там на кону стоит? Понимаешь, господство в мировом океане. Это то, за счет чего власти они имели со времен еще Испании галеонов, потом непобедимая армада британцы перехватили, викинги пираты. То есть они контролировали торговые пути в море. Если получаешь оружие, то не контролировать торговые пути. Алан, неужели наши номенклатурные власти до этого доходят? Что они понимают? доходят? Он же прямо говорит. Я же говорю, Игорь Николаевич, прямо это говорит. Чтобы вы получаете оружие уничтожения любых атомных все их оружие можно выкинуть на помойку основное. Конечно. По технологиям Игоря Николаевича. И плевать им на свет. Это создатель этого мира специально предусмотрел такую энергетическую технологию, которая должна изменить социальную организацию общества. энергии, но социальная система должна быть изменена. Это не я придумал. Доллары, доллары, Хасай, откуда доллары люди берут? Почему берут? Потому что следом за долларами не хочешь брать, авианосцы подгоняют. Конечно. Запихивают в глотку тебе эти бумажки. А теперь по вашей интуиции мир станет у нас лучше? По вашей интуиции? Нет, это не моя интуиция. Он так создан, что развитие разума остановить нельзя. Поэтому он будет изменен. Поэтому мы работаем над этим, да? Конечно. Мы просто в частности эту встречу ведем для того, чтобы меньше крови на этом пути было пролито. Поэтому ромашку сделали. Всем по ромашке. Вот у тебя значок, мы тебе сделаем ромашку, ты сделай себе значок. А то у меня скифский олень, видите, это же символ. Что там у тебя? Ну, скифский олень, олени, чем скифы были. У скифов олени. А, да, 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 скифский олень. Скифский, да, понял. Но мы тебе ромашку нарисуем. Это очень хорошо. Игорь Николаевич, тогда вот на ваш взгляд, а Белоруссия смогла бы сделать это устройство своими силами? Белоруссия этого не может сделать, потому что для экспериментов нужен ускоритель. Как показано в американском контракте, самые лучшие ускорители для проведения исследовательских работ находятся, как было заказано сверху, в России, это в Дубне и в Протвино. Даже американцы делали свой контракт в Дубне. Не в Церне? Там же самый большой ускоритель? нет. А не нужен самый большой. Там научные ускорители. Сейчас самый большой ускоритель для научных целей строится в Китае. Но КПД у этих всех ускорителей примерно ноль. А тут нужен ускоритель на существенно меньше энергии. Ну, конкретно 10 ГФ нам нужно. КПД у него будет примерно 50%. Такой ускоритель придумал самый великий, как я говорю, ученый 21 века, это Алексей Богомолов. Вот стоит памятник Столыпину, непонятно за что. Надо его оттуда убрать и поставить там памятник Богомолову, который действительно это заслужил. Придет за это время, я уверен. То есть поэтому получается кто-то хочет сейчас управляемый кризис в мире сделать и когда большие державы будут заняты своими проблемами типа США, тогда это все делает вводить новую энергетику. Так получается? Да. Вот видите, Хасай, мы до чего докопались. Почему стреляли в Трампа? Потому что нужна гражданская война в Америке. Интересно, интересно. Интересно. Народным массам надо все время какое-нибудь интересное кино подбрасывать. То война, то там кому-то ухо пробили, я забыл кому. Игорь Николаевич, вот вопрос вам задают в комментариях, вопросы уже буду читать от подписчиков наших. Если наша вселенная квантовая, разум квантовый, даже наш черный зрачок поглощает кванты, наблюдает свет, значит и наше сознание квантовое, как все это можно объяснить, понять с точки зрения простого обывателя? Вот эту смычку науки и сознания, науки а как бы ядерной физики и вот сознание, вот где-то смычка находится. Вот вы в своей книге писали, но просто люди же не читали. Нет, но понимаете, мир же есть, как по-простому если говорить, групповой и индивидуальный, он двойственный. Значит, вот есть индивидуальные объекты, которыми сейчас начали заниматься, но тот же электрон. Когда у одного американского великого физика, сейчас не помню конкретно у кого спросили, а почему все электроны одинаковые? Он ответил, а потому что он один. Суперпозиции находящийся. Да. Он может одновременно из-за рационального проявляться где угодно, в любой точке пространства, а когда он попадает в групповой объект, в тот же атом, он уже начинает подчиняться определенным законам, а там он ведет себя как чисто случайная величина, и мы сегодня находимся именно на границе рационального, и наша задача туда проникнуть. величина с Игорем Николаевичем. Ты вообще глубину этого утверждишь, когда его прослушаешь. А для этого люди должны избавиться от всех материальных заболеваний. Чепухой не занимайтесь, ребята, занимайтесь серьезными вопросами, говорит Игорь Николаевич. не можете служить Богу и Мамонне, либо одно, либо другое. Есть две правильные религии, которые избрали царя небесного, это ислам и христианство, и третья, которая избрала царя земного, это иудейская религия, ее время закончилось, где правили деньги, Мамонна, это время закончилось, и наступает время царя небесного. Игорь Николаевич, ну, та религия тоже была в свое время нужна, правильно? Да, конечно, потому что происходило развитие материального мира, там деньги были рентабельны, за счет чего происходило развитие, за счет того, что богатый хотел в лошади пересесть на телегу, в автомобиль, в самолет и так далее, а сейчас все, это закончилось, ничего нового нет, вам все время подсовывают, чуть-чуть изменят, цену в два раза поднимут, чуть-чуть изменят, еще в два раза поднимут, а нового ничего уже нет. Обсуждаем вопрос, что сегодня знаковым событием является, ну, по моему мнению, может, я ошибаюсь, что как раз таки вот этот самый фотон одновременно квант и одновременно волна. Самое главное не зацепило, я вот когда вот это утверждение услышал первый раз, я у меня когда в свободной в рейсе смотрю всякие фильмы про квантовую физику, там лекции разные, мне нравится просто, я когда это услышал, ты знаешь, ученые, ты понимаешь, что такое электрон, находящийся в один, то есть его спросили, вот эти электроны, из которых состоит вся вселенная, они одинаковые, почему не одинаковые, он говорит, а может быть это один, но находящийся в суперпозиции, понимаешь, то есть мы просто шок, я полчаса вообще разговаривать не мог, я сидел, перематывал, переслушивал, перематывал, переслушивал, у меня в голове закоротило, понимаешь. Ну, это же такое знаковое, паханное событие, когда такой вопрос возник, очень много людей стали думать автоматически, что поэтому телепатия существует, я вот сижу сейчас здесь и могу на Альфа Центавру передавать мысли телепатические, а другие говорят, ну, как может телепатия существовать, как Станислав Лен говорил в сумме технологий, если бы телепатия, если бы язык не существовал, телепатия бы была, ну, как может возникнуть телепатия, если у человека язык есть, для чего же тогда язык, ну, вопрос там такой сложный. Это все истории, понимаете, в электроне, находящемся в суперпозиции, телепатия, это еще детский сад, по сравнению со всеми остальными выводами, вы понимаешь, что вся Вселенная это может быть один электрон, находящийся везде. А мы внутри него. 20 дней можно. А ты сейчас еще знаешь, Хасай, что современная теория многомерного мира, да, что как бы Вселенная, она еще и многомерна, да, это же тоже как бы официально сейчас наука на вам об этом. Ну, есть такие теории, там уж называют количество размерностей 70, 80 и так далее. Конечно. То есть вот то, что мы называем Бог, да, вот какие-то высшие силы находятся здесь же, но просто в других размерностях. А как это вот Бог объясняет? Вот туда разум сейчас и должен двигаться, постигать там. А как? Что в простейшем материальном мире тут все познано. Слушай, я один раз встречался с этим мировым разумом, знаешь, после сильной пьянки, извините меня, пожалуйста, но я был очень молодой. И мы с профессором Королевым, со Станиславом Ивановичем, который 20 лет работал в Индии разведчиком по линии А. И он однажды там ноги помыл местному человеку, и тот на него работал потом 20 лет, потому что белый человек ему ноги помыл. Ну, это интересная история. И Королев был как раз-таки у нас главным антиевреем СССР, потому что он по своим убеждениям такой был. Он работал в Институте Востоковедения, сначала на высоком этаже, потом постепенно у него с годами, поскольку он пил, у него снижался уровень. Конечно, все равно он же работал в подвале. Но дело не в этом. Дело в том, что он приехал ко мне в Махачкалу, читал лекции у нас по горячим точкам Востока и Азии, там что-то такое, он разбирался в этом деле. Потом мы с ним в Москву полетели, и я с ним вместе пили вино, а мне пить вино нельзя. У меня голова сразу становится такой плохой. И я стою после нескольких поездок в аэропорт и возвращения, потому что вылет отменяет, отменяет. Зима, холод. И вот я стою у него на балконе на 14 этаже. А он там сидит с девушкой по телефону в 30 ночи разговаривает. Я, значит, смотрю вниз, и там внизу вижу пятачок белый снега. И вдруг мне показалось, что вдруг меня потянет туда кинуться. Ну, мало ли чего. И я на пике вот этого острого напряжения, не спавший ночами, несколько ночей, пиящий вот это вино, которое мне нельзя, на пике этого напряжения вдруг Мессина сказал себе «назад». И вдруг меня завалило на спину. Я лежу, и произошло это явление. Там даже пальцем шевельнуть невозможно. Там лежишь вот так, даже думать не могли. Оно возникло, вот это, знаешь, такое ощущение бесконечности, безвремения, вот этот вот такой сплошной разум такой. Ну, это чисто психологический феномен у меня. Я лежу, и вдруг какой-то момент, когда я перестал дергаться, оно раз и исчезло. Я потом годы боялся подумать об этом. Это было так страшно, потому что оно явилось неожиданно. И там невозможно даже никакое там сопротивление. Вообще там никакое... Это чудесное состояние. А вы можете теперь в него произвольно входить или научить, как в него входить? Я научился. Я сейчас расскажу, что это было на самом деле. Я потом помню, что я на пике напряжения дал себе мысль на команду назад, и я сценарий развернулся. Как в гипнозе бывает. Если я в гипнозе скажу человеку назад или надень пиджак, он придумает сценарий, почему он надел пиджак. Он команду забудет, пошел в гипнозе в глубоком. А пиджак наденет. Я его спрошу, что ты надел пиджак? Он скажет, холодно стало. Ну, то, что он себе придумает сценарий, логика всегда будет подсказывать ему вот эту аксиому, то, что Игорь Николаевич называет аксиома. Я ему дал аксиому, надень пиджак, и он логику для нее найдет, и мотивацию найдет. Точно так, как я себе сказал назад, я потом логику себе нашел. У меня развернулся сценарий мирового разума. Я потом написал стихотворение через много лет и написал картину «Поющие над вселенной». У меня было такое стихотворение, оставив во мне вечный след, с чем я столкнулся, с собой или с космосом каким, и вечно понимать, что тайну не раскрыть, что в диалог не дотянуться, что я никогда не пойму, что это за произошло, но дело-то в том, что я вышел в этот момент в коридор, а Станислав Иванович сидит по телефону разговаривает. Я ему говорю «Станислав Иванович, оно есть, оно есть». А на следующий день я проснулся, а у меня здесь вот до сих пор рубец. Вот он, рубец. Ничего себе. Вот он, рубец. Это я утром проснулся, а у меня здесь рубец красный такой. Я захожу к нему в комнату, он лежит, у него бородка к ленишкам, он в очочках, ну, профессор уважаемый такой. Он лежит, журнал читает. Я ему говорю «Станислав Иванович, а что это такое?» А я ничего не помню. Он говорит «А ты что, ничего не помнишь?» Я говорю «Нет». «Ты вчера вышел из своей комнаты. Я с девушкой разговариваю. Ты, говорит, меня схватил за грудки, стал трясти меня и кричать, оно есть, оно есть». Ты понимаешь, а я атеист, сплошной атеист. И вдруг я вот такое кричу, да? Я, говорит, был вынужден защищаться. Я тебя укусил. «Выйди, говорит, в коридор, посмотри, что ты наделал». Я вышел в коридор, там, где был телефон, и нет никакого телефона. Один штурм валяется. Горшки висели в городе с цветами. Пыль одна. Он говорит «А ты все наделал». Я говорю «Станислав Иванович, мне что теперь, стреляться что ли? Что мне делать?» Он говорит «Иди вешайся». Он же разведчик, 20 лет работал в Индии. Он таких идиотов видел 100, не меньше. У него и сумасшедшие встречались, и вот такие, как я, которые не то, что пить не умеют. Вот такой у меня, видимо, был. Но психиатрия, я психиатр, я же понимаю, что это были начала белой горячки. Это делилии так называемые. Но хорошо, что я, столкнувшись с этим пиком напряжения, увидел свет. Вот этот разум. Значит, психа у меня еще была тогда здоровая. А другой же может и черте увидеть там. Чего угодно может. Я же с этой работал, я же видел, как они от чертей бегают. Игорь Николаевич, вы переживали моменты в своей жизни? А? Игорь Николаевич, что? Вы подобные моменты переживали в своей жизни? Осознание вот этого разума? Да, со мной было, у меня один раз зубы делал, и я отключился полностью. Мне сказали слово ледокаин на всю жизнь, запомни. Я такое блаженство испытал, что, оказывается, я уже начал душа уходить, что называется, в мир иной. А потом вернулся, и надо мной там несколько врачей с сумасшедшими глазами меня откачали. То есть, я вообще считаю, что самый интересный момент в жизни человека – это смерть. Переход вот в это состояние. И когда будет какой-то понимание, что же это такое. То есть, ну, блаженство, вот в первый момент вы себе не представляете, какого. Высшее наслаждение я получил. Вы знаете, мне объяснял Аграновский, что люди, которые пытаются, пытались игры ради вешаться, они не могли вытащиться с этого состояния. Они погибали. Потому что такая эйфория там возникает, говорит, что тебе не хочется отвязываться. Поэтому будьте крайне бдительны, никогда с такими вещами не шутите. То есть, получается, в мозг что-то выбрасывается, чтобы человеку было приятно, да? Да, то есть от материального душа уходит. И вот этот момент, что там возможно дальше, мы пока не знаем. А вы должны это узнать обязательно. Вы как ученые об этом говорите? Как вы думаете об этом их ученые? Я же уверен, что вы об этом размышляли. Да, это обязательно нужно познать, потому что, ну, это следует из простых соображений. Земля выдерживает определенное количество человека. Мы должны уже обеспечивать свое существование. Какое человечество? У меня вопрос такой. А ладно, извини, вот такой вопрос. Даже много людей на Земле живут. Миллиарды, миллиарды, миллиарды. Количественно им трудно будет жить. Тем более прирост увеличивается. А не могут ли они создать между собой такую коммуникацию, более разумную, чтобы они создали открытия, которые помогут им не только вместе сосуществовать без всяких вольных кризисов, но и осваивать космос. Нет, эрукционально. Это время, эпоха сплетенных рук. У него это все прописано. По Евремову Иванову было в книге. А, да, Евремову, да, да, да. В этом и наша задача и заключается. И поэтому социальное устройство должно быть изменено, чтобы мы могли начать проникать в эту область. На уровне понимания и сознания полно. А как вы вообще, вот, ну, у вас же есть свои гипотезы, ну, поделитесь. Пусть они даже, может быть, антинаучно звучат. Как этот мир рациональный выглядит? Что это такое вообще? Рациональный, я тоже хочу сказать. А, что такое рациональный? Это такой... Рациональный мир рациональный. Ну, лучше всего я всегда говорю, что нужно обязательно в школе ввести предмет новой, теория чисел. Там всё это пояснено с точки зрения математики самой высокой. А вообще, что называется на пальцах, это то, что не имеет никакой метрики. Там нет ни расстояний, ни времени, ничего. А вот как и что там существует, как там существует разум, и что он там может, может, скорее всего, мы можем из того состояния попасть в любой мир, который был там. Ну, например, я не верю в то, что люди, которые жили раньше и очень сильно страдали, не заслужили того, чтобы жить хорошей жизнью. Например. Поэтому я абсолютно не исключаю того, что возможны перемещения по вредникам. Материальный мир, например. Ну, то есть это представление о том, что о карме, да? Ну, как вот вы захотите увидеть Петра Первого и руку ему пожать, и оттуда вы можете туда попасть. Ну, в своем воображении. Да, в своем воображении. А? Воображении. Почему? В воображении сначала, а потом реально. Как говорят ученые. Когда вы попадете в метрический мир, в реальный, потому что там нет времени, вы оттуда в любую точку можете попасть. Надо человечество объединяться, чтобы решать эти проблемы. То есть все люди, которые жили и существовали, они смогут погрузиться погрузиться в любую материальную мир в любое время и жить хорошей, очень, то есть жизнь и в материальном мире. Это Хасай, одна из главных русского космизма, Федоровская вот эта вот. То есть, космизм. Да, то есть вы понимаете, что если бы этого не было, то тогда были бы справедливы вот это иудейское начало, что надо как можно больше здесь нахапать, жить лучше других, потому что там ничего нет. Нормальный человек верит в то, что там есть любые возможности. Вопрос в том, что там... И поэтому ради этого хапать здесь не надо. Это какие-то... Мы же там не в материальном виде будем. Так нет, я сказал, что вы в материальном можете вернуться, если захотите. Ну, тонкоматериальным, понимаешь, тонкоматериальным. То есть сознание твое на каком-то фундаменте, на каких-то элементарных частицах сохраняется, понимаешь. Там вот Базон и Хиггса ловили для этого сейчас. Ну, это космизм, да. Это даже Федоров, еще кто-то там несколько таких вот гигантов. Космос тут абсолютно ни при чем. Это рационально. Космос... Не надо вот термины такие, потому что они запутывают ситуацию. Это не космизм. Это сопряжение иррационального и рационального мира. Значит, рациональный мир, можно сказать, мир, в котором я исчез. А когда вы попали туда... А теперь нужно заниматься иррациональным миром. Как, будучи еще здесь живым человеком, Хасай, можно прикоснуться к этому иррациональному миру, на ваш взгляд? Ну, и при этом не пить. Не так. У меня есть стихотворение «Никто не знает часа своей смерти, но никто его и не пропустит». И в этой неопределенности между жизнью и смертью каждый гол просветляется для себя таким, как он есть, чтобы успеть еще исправить себе то, что требует улучшения. каждый человек должен работать над собой. И в конечном счете все мы должны объединяться и в конечном счете размышлять вот над теми глобальными проблемами, о которых говорит Игорь Николаевич, чтобы на самом деле будущее человечества... То есть, чем больше вы с большим потенциалом туда войдете, тем больше вы там сможете сделать. Да, и получите нам подарок «Ромашку». Пусть «Ромашка» будет символом ночного вечера. Игорь Николаевич, к вам вопрос поступил из зала. А что вы думаете о существовании эфира? Насколько это реально или мифическое? Эфир – это просто слово, а на самом деле мы называем это правильным, иррационально. Я сам всегда спрашиваю, когда мне говорят эфир, я всегда задаю этот вопрос, что вы имеете в виду? Ну, то, что Индия называла... То есть, начинают говорить, что это какие-то вихри. Какие вихри? Там нет метрики, там ни вихри, ничего. Поэтому надо не эфир говорить, а иррациональное. Как это называется? Многие недоступны. В самой точной науке математики. Такой форме существует человек. Да, вот там, ну, грубо говоря, вот душа там существует, ваша. И сейчас тоже. Но пока мы не знаем, что мы там можем делать. Это нечто, я спрашиваю. А эфир – это глупость. Нечто с большой буквы, вот я спрашиваю, Игорь Николаевич, я говорю, это безвременно, бесконечность. Он говорит, нет, мы не знаем, что это. Пока. И каждый там сможет делать то, насколько он подготовлен сильно. Кстати, об этом сейчас конспирологи тоже рассуждают. Вот вопрос вам, Игорь Николаевич. Ваше отношение к энтропии, может ли она являться причиной, влияющей на социальные процессы масс, а также на действия и поступки людей? Ну, конечно, энтропия – это великий закон роста энтропии. То есть всякая замкнутая система стремится к равновесию, то есть к смерти. Материальный мир смертен поэтому. Это из второго закона термодинамики о энтропии. Энтропия растёт, когда достигает определённого уровня. То есть если энергии туда не поступают, вы живёте, потому что вы кушаете, добавляете энергию, но организм всё равно деградирует, деградирует, и тогда вы из материального мира уходите. А я поэтому в нашей школе «Человек будущего хомоботура» всем рекомендую заниматься любимыми делами, найти в себе любимые дела. Как раньше, там кружки были, то я на горне играл, кто-то на барабане, кто-то вышиванием занимался. Чем больше любимых дел, тем больше точек опоры. И высыпаться, конечно. Потому что если человек не высыпается, напряжение растёт. Любимые дела, друзья. Ну кто-то мне говорит, что я не могу любимыми делами заниматься, потому что мне дохода не приносят. А как мне жить? Я говорю, а ты занимайся любимыми делами, у тебя здоровье зато будет, у тебя устойчивость будет, шире расширится, твое понимание, и найдёшь, как и деньги зарабатывать. Они ещё временно нужны, да, деньги? Ну вы, ведь вынуждены мы. Да, вынуждены. Потому что нас же пока держат в этом несправедливом мире. Когда какой-нибудь обрамовище, ну с какой стати миллиардов у него? Кому он нужен? Зачем ему? Зачем он нужен? Кстати, я с этим встречался, драматург был этот, самый большой, который стрихи к портрету Ленина писал. Его девушка, его девушка, она у меня под гипнозом цветы собирала, а потом Абрамович её забрал к себе. Причём Абрамович сидел с ним вместе, делал вид, что она не у него, и они вместе думали, где же она. Зато вы очень интересные вообще люди, очень интересные. К вам вопрос прилетел. Закон о патенте. Вот как вы относитесь к этим законам о патенте? Вот по мнению автора этого вопроса, что он технический прогресс, решает автора изобретения или научного открытия его права на благотворное творчество, которое ограничено по этим личным доходам. Рано до секта в европейское патентное ведомство мошенники, которые делают всё, чтобы не выдавать патент. Скажите своё мнение об этом. Ну, я не понял, значит, о каком патенте идёт речь. Вообще закон о патентах, что вот эти вот патенты... А, ну, про много, конечно, очень спекуляции пробивать. Ну, потому что правят деньги. А раз правят деньги, значит, здесь и спекуляции, воровство, враньё и так далее. Поэтому, так сказать, значимые вещи, вот, со своими патентами я работу начать не могу. А с этими вот, с термоядом и с быстрыми реакторами работы ведут. Хотя уже сейчас даже по быстрым реакторам, вот было последнее заседание в Курчатском институте, сказали, что это сделать не будет сделано никогда. Им на шоу повесили 990 миллиардов, которые они истратили абсолютно в пустую. И не исключено, что это скоро прикроют и на них это повесят. Потому что везде есть и у вас есть. Вот, понимаете, первое, где элитарность надо ликвидировать, это в науке. Отменить всякие выборы. Меня вот в Академию приглашали 5 раз баллотироваться. Я всегда отказывался, потому что это безобразие. Повесил лычку и всю жизнь сидит на шею других. Но не сделал в жизни абсолютно ничего. А очень просто нужно. Выборы просто. Коллектив есть, и там каждого выбирают на ту работу, которая лучше ему подходит. Вот величайший ученый, тот же Эйнштейн, из какого-то патентного бюро. Первый, единственный понял, почему преобразования Лоренса отличаются от преобразования Галилея. Сколько, так сказать, умов думал над этим? Ноль. А из патентного бюро, который там писал, пришел и выдал гениальный ответ. И таких примеров можно привести сколько угодно. Элитарность надо ликвидировать. Потому что, получается, кто первый патент получил, те и сегодня мир обладает. Как будто об этом речь идет, да. А потом они еще таскают начальство откаты, и начальство им выделяет деньги. И в результате общество идет не туда, во-первых, и кроме того, ухудшает свое материальное положение. А вот ваше современное положение, вы сейчас какое-то получили авторское право или что-то, да? Получил, да. Расскажите, да, расскажите. Ну, по новой энергетике мне оформили авторское право на все, что там есть. По новой энергетике. Ну, что это дает? Защиту какую-то? Это то, что, по крайней мере, обратить, да не защиту, это мне в мои 86 лет мне на это уже наплевать. А просто то, что на это больше внимания будет обращать, и дай Бог дадут начать работу, и я хоть что-то успею сделать. Игорь Николаевич, а сколько вообще вот вам времени нужно будет, чтобы уже получить результаты конкретные для запуска работы? Два-три месяца первый результат, чтобы получить доказательства. Я уж им сколько говорю, а не безумные деньги тратить, не поймешь, на что. Игорь Николаевич, а на что зависит? Скажите, вот от обычного... Игорь Николаевич уже обращение записывал, да. Мы уже все сделали, обратились-то к людям с разъяснением этой ситуации. Это очень немало. Просто ты понимаешь, до тех пор, пока существует нынешняя политическая ситуация и контроль мирового океана с помощью авианосцев, кто на это согласится? Или подводных лодок. А что сделать с нашей ядерной триадой тогда? Тоже под экскурсии отдавать детям? Везде надо элиты главные ликвидировать. Потому что вот я всегда говорю, тот же Велихов, величайший академик. А что он сделал? Ничего. Абсолютно. Я всегда говорю... Он меня послал в Италию, и я там... Ну, значит, это... Значит, это, значит, единственное то, что... Великая его деятельность. А в науке это МГД-генераторы Тесла и потом совершенно дурацкая ангара и потом он возглавил термояд. Все это... Около этого надо поставить ноль, ноль, ноль. Но он самый великий академик. Я касаюсь, знаешь, как... Потому что у него лычки. Много говорят портативные машины, термоядерный синтез. Я послушал только одну лекцию Игоря Николаевича, и я понял, почему это невозможно. Знаешь, почему, Хасай? Да. Потому что там температура очень высокая, и непонятно, внутри чего эту реакцию делать. Понимаешь? Где взять такие, как сказать, это простейшее объяснение. Потому что чем выше вы нагреваете энергии в частицах пропорциональной температуре. Это еще Зельдович сказал в Кремле на заседании пропорциональной температуре, а в излучении пропорционально четвертой степени температуры. Поэтому при обычных температурах все в материи сосредоточена энергия. А когда вы перешли к очень высоким температурам, там все излучение. А если вы его не можете удержать, то вы никогда не нагреете. Вот и все. Проще шпальный реп. И Зельдович это объяснил еще на заседании в Кремле. И каждые полгода, Хасай, я вижу секретные, компания Сименс разработала холодно-ядерный синтез передвижного. А это вообще бред собачий. Просто, понимаешь, я понимаю, что это история, которая пилит кучу денег. Они говорят, если кусок кала добавить в горючее термоядерное, то он зажжется. Ну как это философский камень, значит, я говорю, из свинцов. А еще вот хотелось бы... В этом самый большой секрет. Не цинк какой-нибудь, а еще что-то. Кал надо добавлять. Понятно, понятно. Игорь Николаевич, а вот по поводу еще одного мифа, касающегося энергетики. Беспроводная передача на расстоянии энергии. Вот как Тесла, там говорят, эксперименты проводят. А сколько это реальная вещь? Нет, ну так энергия передают сколько угодно. Радар посмотрите. А к Тесле отношения ваши в принципе скажите и к Тесле. Нет, ну на расстоянии энергии. Энергия Солнца на Землю идет. Электрическое мифа. Ну что провода не пыльут, а просто электричество так будет по воздуху передаваться, как молнии типа. Электричество, почему? Оно преобразуется на Земле в электричество. А вот эти говорят, как вы думаете? То есть электроны, как в проводах, вы не можете передавать. Вы передаете в виде световых квантов, а потом преобразуете это в движение электронов. То есть теоретически можно сделать так, что проводов не будет? Конечно, конечно. Игорь Николаевич, а вот есть люди, которые очень увлекаются этими пирамидами египетскими, и на земном шаре, говорят, тоже есть пирамиды, что это были в древней цивилизации какие-то генераторы каких-то... Я не знаком с этими вопросами. Я тоже много этого услышал. Это надо просто очень подробно изучать эти вещи. Если это есть действительно, это очень интересно. Но это надо изучать, потому что очень вокруг этих вещей очень много спекуляций. Алан, я вижу, вот мы с тобой разговариваем, кем касается, самых разных. А давайте мы, Алана, попросим еще раз, следующий раз. Обязательно. Давайте. Это очень важные темы, особенно касательно мира иррационального. Да. Давайте встретимся. Давайте на сегодня уже заканчивать будем. Вам же еще ромашки рисовать надо. Да. Кстати, кстати, мне в этот раз хотелось бы поговорить о рациональной и про то, как сделать коллективный разум нам. Да. Пусть все запомнят эту ромашку, ромашку, чтобы тогда вы спать ложитесь, закрыли глаза и вспомнили наш разговор совместный, вспомнили ромашку и чтобы были здоровы, счастливы и любили друг друга. Пусть все надо. Спасибо, Игорь Николаевич. Спасибо, Хасан. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, Алан. До встречи.